Господи, Сына и Святая Господь! Продолжение беседы святителя Иоанна Завтовуса на сегодняшнее евангельское чтение. Это Евангелие от Матфея, 21 глава. Притча о злых виноградах. Все помните, как хозяин насадил виноград, поставил, отдал в распоряжение. И когда пришло время плоды собирать, а плоды, виноград не сразу, не на второй, не на первый год, как мы пшеницу посеяли, а осень уже, весной посеяли, ведь осень убирает. Он несколько лет, может быть, только на седьмой год могут быть плоды. И когда стали плоды, он послал своих слуг, чтобы получить плоды. А злые виноградари, которые насмеялись над ними, они их побили, убили. Он вторых посылает, с ними поступили так же. Наконец послал сына своего. Они говорят, это наследник его, убьем его, и все, наследство будет наше тогда. И поступили так, выведи его из виноградника и убили. Он спросит, что? Как поступит господин с этими виноградарями? А ему случающий Евдей объявляет, злых виноградей придаст злой смерти, а виноградник отдаст другим, добрым делателям. Иоанн Златоусы говорит так. И действительно, ничто так не доводит нас до опасного падения, или не влечет по стремнинам. Ничто так не лишает нас будущих благ, как пристрастие к вещам скоро приходящим. Напротив, ничто так не приводит нас к обладанию настоящими и будущими благами, как предпочтение всему будущему. Ищите же, говорит Христос, прежде Царствия Божия и правды Его. А это все приложится вам. Матфея 6 глава. Это все приложится нам. Сегодня, говорят, все остальное приложится нам. Остальное сегодня, понимаете, что? Ну, дача была, чтобы тачка дорогая была. Не об этом Господь говорит. А все остальное – это пропитание и одежда. Только и всего. А другом нет, что мне Господь приложит сегодня то, что мне нужно было. Нам нужен камаз. Может, Господь мне камаз приложить сегодня? Не об этом. Говорится. А только о пропитании и одежде. это вы видели, говорит, приводят птицы небесные вороны нигде не сеют, не пашут, а все питаются почему питаются? ну а мы сеем по солнышке, а некоторые клюют по солнышке грачи Господь питается и все птицы так питаются и звери полевые питаются не сеют, не пашут, они питаются но если бы даже не прилагались временные блага и тогда не надлежало бы так много заботиться о их приобретении теперь же получить будущее благо, значит получить и настоящее но некоторые не убеждаются и этим и уподобляясь бесчувственным камням гоняются за тенью удовольствия и говорит, допустим, ну вот нам примеры хорошо приводить мы здесь посеял, говорит, о, я какой вырастил урожай сегодня 60 сантиметров в гектар, это я вырастил а рядом, совсем недалеко, за 100 километров районы ничего не собрали просят помощи в государстве почему? не было такие же еще опытные земледельцы не могли ничего получить почему? засуха была, вовремя дождей не было ни ранних, ни поздних дождей не было вот и я никогда не нужно тяготь и говорить Господи, слава Тебе это Ты, Господи, дал вовремя дождь на мое поле это Ты, Господи, дал плодородие земле это Ты, Господи, во время дал солнечную теплоту для моего поля это Твое все, Господи в советское время была такая от себя, я скажу, уже как бы пословица был бы, говорит, дождь и гром и нам не нужен агроном верно? вот так вот а если агроном, а если нет ни дождя, ни грома ничего не будет сколько ты не бейся, ничего не будет поэтому всегда запомните, земледельцы всегда присылайте не себе я выросил а скажите по благословению Господню у меня выросло это я благодарю Тебя, Господи что Ты соблаговолил на мое поле в этом году и вовремя дожди пролить теплоту солнечную дать Господи если бы не было, я бы ничего не получил в самом деле что сладостного и в благах настоящей жизни что приятного я намерен свободнее поговорить с вами ныне но будьте внимательны и знайте, что жизнь представляющая нам трудную и несносную я говорю о жизни монахов и распявшихся миру гораздо сладостей и возделений той, которая кажется нам приятной и удобной и свидетели этого вы сами которые часто во время постивших нас несчастья и скорбей просите себе смерть просите себе смерть и называете блаженными живущих в горах вертепах и ведущих жизнь безбрачную и беззаботную то есть он говорит о том что когда превозносимся ну и что-то ну богатый допустим миллиардер ну был миллиардер умер с собой ничего не взял теперь родственники любовницы там это делят это богатство судятся все а он с собой ничего не взял когда при жизни он мог бы это все отправить куда? на небо отправить пришел туда он бы там и получил как это? Иоанн Золотович говорит а ты можешь отправить туда построить там себе великолепные чертоги через руку нищего жаждущего алчащего нагого а таких много сегодня у нас поэтому всегда нужно это усматривать и не здесь только а здесь богатство приходящее оно нет есть и нету и там где по-видимому тысячи текут удовольствия тысячами реками текут удовольствия выселения рождается бесчислено множество горьких и скорбей мы думаем что да вот богатый ну хорошо живется нисколько не лучше я ложусь спать я спокойно знаю из-под меня никто матрас мой не вытянет деяло не скроет почему? да потому что знаю что нет ничего у нас вот а богатый все думает как бы кто его не обанкротил там не обил он же всегда живет в тревогах в страшных тревогах опасность из-за жизни в опасности свое состояние это страшно подумать что это и там где по-видимому тысячи если кто воспылает любовью к одной из пресавших там девиц на зрелищах тот потерпит вытерпит тот вытерпит страдания каким не подвергаются ни многочисленных сражений ни многократных странствований и состояние такого человека будет более тягостно чем всякого осажденного города мы найдем между монашеской мирской жизнью такое же различие как между пристанью и морем непрестанно рассекаемым ветрами здесь говорит не только о монахах которые ушли в горы но и можно в миру жить так что не прячься к земному есть у тебя лишний говорится как рубль отложи его в то время когда кто-то нуждается можешь ему помочь сколько таких есть у нас действительно не тех которые пропивают и просят нет а истина большая семья где-то кто-то погорельцы есть от наводнения потерпевшие помочь чтобы но помогать так апостол Павел говорит в добродетели покажите рассудительность не просто дал там и все а как твоя милостыня чтобы она была именно на пользу этому человеку а не на вред избегая и такие люди они не просят ни о чем настоящем у них не бывает об этом слова но просят о том чтобы им с дерзовением стать страшным престолом когда не народа сын божий придет судить живых и мертвых чтобы никому из них не услышать того страшного голоса не знаю вас матфея 25 глава ибо многие придут ко мне и скажут господи мы именем твоим пророчествовали исцеляли больных он говорит я не знаю вас отойдите меня чтобы нам этого не услышать мы должны во всем делать так все дела наши чтобы были как для господа во всем видеть господь говорит я был на кво не одели меня я был жаждал вы не напоили меня я был голоди не накормили меня был странником не приняли меня был больной в темнице не посетили меня господи когда мы когда если вы не сделали это наименьшему из своих братьев это вы не сделали мне поэтому единственное что с нас просит господь когда придем мы на суд страшный а суд страшный будет господь все мы предстанем пред Ним но каждый в свое время поэтому Господь скажет я был наг, когда? а вот тогда-то я приходил к тебе он в любом может прийти к нам мы-то думаем, что вот должен прийти нет, есть притчи такие кто видел, видели там он в виде мальчика пришел в виде даже пьяного человека пришел который просил ему нет, выпить-то выпил, а есть нечего дайте мне поесть просит, а ему пошел ты окаянный пьяница такой-то отсюда, иди на выпивку нашел, а поесть у тебя нечего то есть в нуждающемся каком-то кто-то просит да ладно, иди, мне и самому мало будет, а ты еще и часто мы таким образом отгоняем от себя Господа и чтобы в чистоте совести и обилия добрых дел совершить постоянную настоящую трудную жизнь и благополучно переплыть в это бурное море потом, как встав окончить эти священные непрестанные молитвы с восходом солнечным, каждый идет к своему делу и трудами многое приобретает для бедных здесь он говорит о монашеской жизни если день наш начинается с молитвы и во время работы даже где бы ты ни был, работал в поле, на грядке на тракторе, на машине первым сели, Господи, благослови меня благослови, Господи, чтобы труд был мой во славу Твою и на радость дорогам Твою просить благословения всегда у Господа да, труд будет и благословенный Аминь слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже Пойдемте все в зал Жених приглашает Пошли, 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 Пошли Пошли, 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 Пошли Пошли, 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 Потсик Пошли, Пошли, Пошли Пошли, 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 Поперем АлкоВонные Как же составляет на р southwest espera Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Я думал, на сало так нарезано, но я не буду с кучками. Так, я все напоминаю. Пожелание, молодым говорится, тоже присвоено, а заканчивая пожеланием, много лет. Все с вами. Пожелание много лет. Пожелание много лет. Пожелание много лет. Пожелание много лет. Пожелание много лет.